попробуй резурект на себя нажимаешь на себя пишет резурект один или ноль или просто резурект иногда помогает древний баксом и роквы встречаться редко и говорит о том что надо делать много отдельных сливов на всякий и так нам нужно открыть какую-то западную дверь которая здесь западная дверь но только одна только какая-то западная дверь ведущая к подвалу вроде такого просто резурект от третьего лица на себя посмотреть тыкнуть консоли чтобы себя выделить и 40 может быть и здесь какая-то сравнить на маленькие может за пару минут убежать были бы они данных как в багерфоле в багерфоле и наверное не было таких проблем с ориентированием вообще с извечными вопросами но может быть вот эта дверь твою мать вот эта дверь и вот эта лестница да действительно ну что ж я слепой хорошо это было очевидно я просто чего-то не видел все же лежала на поверхности господа что ж вы не заметили то но учти если нажмешь ну да я оказался с обратной стороны я то есть бродил вот там вот сейчас пытаясь тут как-то пройти там проблема в том что тебя слетят все бафы тут для начала попробую вообще нас работает или нет там уже с бафами дальше разобраться несложно там в идеале надо раздеться сохраниться в отдельный слот резурекнуть себя потом еще раз засейвиться выйти из игры и загрузить сейф тогда бафа вернуться все кроме бафа смотри-ка бьют сфер строя нашел да не не ощутил гласным или на тебя игра задушила ничего нового уже моего разрешения монитора и тут решетку путаю с дверью смотри легендарки начали падать на все удача заработала наконец-то трехмерная карта и типовые блоки через тринфами как системно сплетенный заметить квестового нипа или нипочку порой было нечто но я смотрю ты ветеран судя по описанию проблем все это проходил но мат самое время пособирать знаете ли самое время пособирать уники нам скорее всего придется удалять консолью баф баф от башни но от камня судьбы и потом консоли добавлять себе другой ну или просто там вроде он так удалиться просто консолью добавить баф название этих самых камней судьбы можно на вики найти айди заклинаний пару раз не помогал он это было очень давно про его не ловил вообще сейвись почаще и в разные в разные слоты потому что это же sky rim 40 там что угодно может произойти когда угодно за данжен лорда обезменяемая карта из прочего добра вроде бы еще должны были свежевоспоминания про змеиные храма долина ой не напоминай у меня у меня вьетнамские флешбеки с данжен лордов змеиный храм то знаешь он конечно душный так что хотелось форточку открыть ну вот финальный храм загадочных загадок особенно с телепортами там где там хотелось просто на балкон выйти и не заходить назад настолько духа то было вспомнил аж поплохела немножко а а а а а а а а а чем игра про бесконечный фарм там если некоторые настройки поставить спауна часто я там вообще просто файты нон-стоп вообще нон-стоп ты ни на секунду не останавливаешь на тебя постоянно нападают всю игру и в конце и в конце в это всего этого бесконечного фарма просто загадочные загадки храм загадочных загадок и телепортов причем некоторые из них настолько о где-то мой волокордин а аж волосы посидели пока я проходил этот храм духа ты не останешься на обед ну останусь чё чё вот что тебя не затруднит если так натереться солью солью натереться дети сейчас натру солью одно место испугаться не успеешь знаю я заберу на всякий мало ли чё-то квестовая потом окажется да было изи ну я аж прошел григи спа не должна разговаривать я не знаю чё она вообще разговаривает вак стоит там на на пол удара чё там двери чё быстро сначала сюда потом туда гугл фу да сейчас бы гугл фу пользоваться чисто на скиле прошел я прям знал какой телепорт куда телепортирует это же читалось не знаю эту штуку видимо с собой надо забрать какая-то она палевная да и поспим чё бы не поспать на святой соломе из первой части так ну я дернул странно что что эта штука не активна читала с телефона да кто тебе такое сказал вообще что ты дед так стись так тут видимо нужно как-то это ух а дернул передерни Неправильно ли дядя Федор За рычаг дергаешь Смотри как надо Я что-то не понимаю местной схемы Что должно произойти-то Где должна дверь открыться И куда самое главное Уже мобов встречаешь как праздник Ура мобы Кого-то пофармить можно Кого-то можно убить И там При каких-то положениях рычага Должна дыра открываться Которая как бы есть Но на которую как бы не навестись Я знаете буду долго вообще Ликовать если вот Где-то сейчас там что-то у меня где-то сломается Какой-то скрипт там или еще что-то вроде того Я не смогу пройти Просто потому что Что-то там треснуло Тут нет больше ничего Только два рычага Причем там вроде все открыто Нет никаких дверей Которые могли бы открываться Этими рычагами Как бы я опять что-то не вижу Не знаю Давай тебя заберу тоже на всякий Все с тебя знают друг Ты крайне важная штука Которая нужна Для прохождения Зеленая То есть тут нифига Тут как бы Хуже не это самое Дверь закрыта С той стороны С обратной стороны Я уже пытался ее открыть Наверное Наверное Она ее открывает Ага Ну это мне никак не помогает Ведь да Никаким образом Привет Сашка Если в круге смерти В отчуду не упала Мастерская роба колдовства Это баг Вместо нее Одинковская Вообще странно Там либо ничего не должно быть Может быть я ее перекладывал Я что-то не Вообще Должна была быть Спасибо большое Антон Должна была быть Да Что-то с рычагами связанное Вроде бы я не менял положение Той Мастерской Куколдунской Робы Дыра это нора А нора это загадочник А загадочник это подходящая компания Подходящая компания Вопрос вот для чего Для любителя загадок Мы тут все Любители загадок Кого не спроси Ну вот Вот только вот эта штука На самом деле Ну я не знаю Только здесь что-то 40 дверей подряд Они открылись Да Они открылись Где-то были еще 40 дверей подряд Как-то надо дернуть В другом месте Даркес данжен Да вот уже конец Даркес данжена Воланд Но этот конец Настолько Непонятный Что непонятно Где конец Ифьену Вот Эймин Вроде бы конец А вроде бы и не конец Ифьену Анатолий 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 А я вот увидел Может где-то еще один есть рычаг Который я не вижу А если я не вижу рычага Может быть его и нет Анатолий 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 За факел. Это мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Еле на свете всех милее, всех румяней блины белее. А может быть, тут и факел за вас надо дергать. Взлома третьего ранга, позволяющий. Чтобы ветка взлома имела, наверное, какой-то смысл. Ну, чем тебе качать взлом, если ты можешь качать изменения. Хорошо. Вот там еще были 4 миллиона дверей. Может быть, с ними что-то произошло. Вот так. Ну там ничего, кроме Ронар, Кроссбоу нет. Пила импа на юго-востоке пишут, про рычаги забудь. Не упираться в этот закуток. Так а куда идти-то? Я так как бы рад забыть про эти рычаги. Я же вроде все здесь прошел. Пила импа на юго-востоке. Юго-восток. А где-то здесь я тушку не увидел. Вот это, что ли? Думаю, мы нашли таинственного торговца с надобьями. Спасибо, дед. Спасибо, деду, за победу. Я не увидел тело в два пикселя, которое, конечно же, не подсвечивается, естественно. Сейчас бы квестового... квестовую тушку подсветить. Учитывая то, что подобных тел валяется в игре достаточно много, и 99% из них вообще никаким образом не триггерятся. Мы добавим вам квестового непися, который будет лежать, на которого нужно навестись, чтобы понять, что это тот самый, без которого ты дальше игру не пройдешь. Рычаги явно скрывают секрет, что-то не так с рычагами. Наверняка там что-то с рычагами еще. Тоже что-то хитрое. Здравствуй. Ты похож на жертву неудачного магического опыта. Я читал эту книгу. Похож на жертву. Здравствуй. Чем я могу тебе помочь? Ладно, не буду говорить. Здравствуй. Кое-кто не скажу. Я... есть тут один бес. Куда меня просил что-то про... про наркотики узнать? Вот этот, что ли? Добро пожаловать, мы решили. И я потрясен. Да, я какую-то загадку еще решил. Двимерская головоломка. Кстати, да. Двимерская головоломка тоже на уровне. Катя в уровне посылают найти двимерскую головоломку. Она вообще никак не выделяется, абсолютно. Но, тем не менее, я ее как-то довольно быстро нашел. В чем она еще лежит таким образом, что как-то вообще не привлекая к себе внимания. На какой-то полке просто. На пьедестале нигде. Примерно это я и хотел сказать. Про жертву неудачного игрового опыта. Но воздержался. Гринданом и загадкой. Ты нашел книгу, Дэмиан. Мне этого достаточно. Наконец-то мы можем начать ритуал. Появится существо. Поднимутся колонны стихий, чтобы обрести защиту от существа. Коснись нужной колонны и убей его. Прочти заклинание из книги на столе, ученик. Начинай ритуал, когда будешь готов. Не говори, Воланд. Среди хлама и самая мелкая. Вот раньше умели, конечно, да, делать книги, блин, игры. Не то, что сейчас. Хачниту Беникарапата Калампур. Это работает. Это живое. Это живое. Это работает. Это работа. Бесконечно гринданим. Соединение, что разорвано? Куда? Че? Че случилось? Вот. Пуцк. Додушила игра. Че там? Восстала? Восстала. Добро пожаловать в чат. Да, добро пожаловать. На ютубе, правда, треснула. Как обычно. Да. На ютубе додушилась. Так, ну это, как его там, скажите, что я уже вернулся. 20, вроде, меня секунд не было. При этом умер ютуб в жутких курчах. Рост целиком, ну, опять-таки, на шестом часу. На седьмом. Все монстры были присумонены. Давайте, давайте, пацаны, скажите, что вы меня видите. Tell me, tell me, а то я даже не знаю. У меня чат что-то не воспринимает. Видим? Прекрасно. Норм, твить жив, а ну вот хорошо. А то я читаю. Мне там показометры моего чатика умерли в жутких курчах. Непонятно. Я прошел второе испытание. Где-то там. Где-то мужик со вторым испытанием. Я его прошел. Где третье? Гудгейм вроде бы. Что вам надобно? Тач задор. Мы ждем уборщиков, чтобы они смыли кровь. Меня? Нет. Он нам. Возможно. Вот это уже интерес. Знаете, Долихара? Он стал подозрительно часто. Странно. Да я помню, да. Я уже нашел, нашел того, кто торгует местными этими запрещенными веществами. Добро пожаловать. Только я не помню, кому квест давать. Добро пожаловать, Дэмиан. Что ты разузнал, Дэмиан? Расскажи ему про беса. Бес продает снадобья нашим ученикам? Дэмиан, у тебя есть доказательства? Расскажи ему о снадобьях и украденных вещах, которые мы нашли рядом с телом беса. Затянулось. Я тоже думал. Ты говоришь, бес смерт? Отлично. Меньше работы для нас. Благодарю тебя, Дэмиан. Ракахам будет очень довольна. Ты заслужил награду. Да, я классный. Давай награду. Добро пожаловать. Я стратегий. Что еще? Не ощущаю награды, друг. Где моя награда? Где там третий? Где проходят третьи испытания? Здесь? Бесценный игровой опыт с рычажками, точно. Точно, точно. Бонусную загадку или CoolStoryBub? Вот еще вопрос. Да, какая будет награда? Еще одна загадочная загадка. Промоненты Руна-Берега. Не бойся. Вызови демона низшего уровня. Посмотри на него. Сохрани спокойствие. Многие ученики не вынесли зрелища. И облик демона еще долго преследовал их во сне. Прочти заклинание из книги на столе, ученик. Прочитает заклинание. Ну, это изи. Извать демона. Пишина крампатус на шнак. Непал-то лук. Что-то происходит. Вновь меня призыват. О, здорово. Самуэль. Ну, что это? Вы? Я узнаю твое лицо смертное. Самуэль. Я помогал уничтожить это место. Твич в афро-режиме. Есть гуд гейм еще, Зитат. Давай туда. Я убью вас здесь. И сейчас. Глупцы. Призвал низшего демона, да. Что может пойти не так? Да, действительно, что может пойти не так? С Самуэлем сразиться. Самуэль. Слава хаосу. Когда Самуэль попытался выйти из пентаграммы и напасть на нас, заклинание уничтожило его. И отправило туда, откуда вызвало. Так, не кстати, что из всех демонов нам нужно ввести его. Так, тебе не обязательно быть там за реганом, чтобы смотреть-то Зитат. Он наверняка вспомнит. Может смотреть же с гуд гейма. И мы должны быть готовы к сражению. Может просто оттуда смотреть Зитат, а писать в чат Твича. Хоть чат Ютуба пиши. Да, но радоваться тут нечем. Да, заклинание, но топор. Существо, убитое во время ритуала, лишь возвращается туда, откуда его вызвали. Сейчас он ослаблен. И то ненадолго. Не понимаю. Все должно было быть иначе. Зачем били? Не знаю. Потому что магия это топор. Должен был появиться образ демона, а не сам демон. Видимо, что-то случилось с Кристаллом. К счастью, у нас были руны Аберега. Кристалл-то восстановлен. Да, руны Аберега. Но откуда наставникам знать, что демоны уже живут бок о бок с ними? Глупые призраки. Поздравляем. Ты научился все. Ну вообще, от шести ударов он вроде отлетел. Знать о заклинаниях вызова. Три от меня и три от пинг-найта. Три от меня и три от пинг-найта. Ты прошел испытание и успешно вызвал демона. С точки зрения экспы. Можешь подниматься на следующий этаж. Но дорога обратно для тебя будет закрыта. А и хрен с ней. Меня уже долюбил этот этаж. И вся ваша академия. Дайте мне просто файт с Самуэлем. Прям так жалеть буду, так жалеть буду, что сюда не вернусь больше. И к этому бесу внизу тоже не вернусь. Так жаль, так жаль. Так, подожди. А где там... Еще больше загадок. Время еще больше, вода, количество загадок. Первая загадка это как... А, ну да. Слышь, давай, пускай меня, собака-пес. Где ты тут? Здравствуй. Нет, не как-то датиран. Подожди, а где этот хрен, который ключ мне должен дать ты? Ты выдержал все испытания. Я открываю дверь на следующий этаж. Иди и продолжай обучение. На ютюбе? Да, на ютюбе упал, остался на твиче и на гудгейме. Если у вас на твиче проблемы, то можете посмотреть с гудгейма. Писать можете хоть в чат ютюба, хоть в чат твиче, хоть в... ...кан гудгейма. Поздравляю, ты отлично показал себя в мастерстве заклинателей. Теперь тебя ждут новые предметы. Это этаж познания. Этаж познания. Ну, звучит уже интересно, конечно. А что до этого я делал? Так мы его называем. Ученики поздравляют здесь на сайте. Да я бы с радостью, Волан, не представляешь. Различные дисциплины искусства разлома. Чушь и билиберда. Мы только хотим открыть один единственный разлом и пройти сквозь него. Искусство разлома весьма многогранно. Ты скоро это поймешь. Иди же, поговори с наставниками. Они смогут тебя обучить. Наш мир так сложен, так многогранен. Я ищу единственный главный ответ. Ответ на все вопросы. Я потратил годы, я просил тысячи людей, и у каждого оказалось свое мнение. Занялся бы он делом. Если кто-нибудь найдет для меня ответ, главный ответ, я буду так признателен. Ты не выяснил, в чем главный ответ. Вот и я не пойму. Спрашивай каждого, друг мой. Главный ответ на резной батон. Все ответы в тебе самом. Я тебе что, симба что ли? Ты мне еще предложи в лужу посмотреть. И ответы в тебе самом. Зантихлица такое. Да, полюбились мы, полюбитесь и вы. 42, 42. Рассказчик красной плесени. Помните, там макак говорил, симбе. Ответ в тебе самом. Иди посмотри. Как его зовут? Дэмиан. Его обучал сам верховный старейшина. Крис, ты даже зарегистрировался даже. Верховный старейшина Ансукар. Ему в свое время было далеко до Дэмиана. В искусстве заклятие. Мог бы на Твиче писать, что ты, что ты анхарет как этот самый. Ну, зато у тебя теперь появилась, появилась дополнительная возможность смотреть. А раз зарегался, больше не придется. Мало ли что, еще где будет лагать. К тому же на годгейме там качество получше, кстати. Стример предложил открыть, как песика. Консервная банка бобов. Сколько испытаний мне в этом нужно будет пройти? На этом этаже. 100-500 тысяч еще новых испытаний, да? Хватит ли у вас отваги помочь мне? В чем? Видишь эту дверь? Потолок зала, в который она ведет, обрушился. Похоронив под собой одну из самых ценных реликвий Академии. Что же может быть настолько ценным? Мощи основателя Академии. Я бы многое отдал, чтобы получить... Слишком ленивая жопа. Понимаю. Тем не менее, респект тебе. Не заленился, создал Анхарет. Смотрит стример, а без регистрации смс. Как лошадь в ККД. Просто посмотри в себе. Я должен остаться здесь и поддерживать его открытым. Вот если бы ты согласился пойти, назови любую цеху. Любую. Домой меня отправь отсюда. Если ты принесешь мне кости, я сам открою для тебя портал в любое место любого из миров. Он мне дает возможность прокачать вихрь воинский. О май гад. Самое время дать мне возможность прокачать АОЕ на воине. Вот самое время. Причем сразу на 10. Ведь, по-моему, нигде нет в игре возможности прокачать чуть пораньше. Вихрь. Навык берсерка. Надеюсь, урок... Я сейчас даже проверю. Если прокачать в 10. Вихрь за 300. Да, вихрь за 300. Что вы делаете? Тут нельзя находиться. Да, враги закончились. Самое время вихрь за 300. Вы не можете за это вы будете гореть в аду. Подожди. У меня сейчас важный вопрос. Я тут встал. Вопрос. И сюда. Ты иди сюда. Смотри. Значит. 300 бакс. А что у нас обычный вихрь делает? Два. Три. Четыре. За четыре удара я сношу ему ХП до буквы Д. До буквы Д. Запомнили. А, обычный удар. Ну, как бы... Ну, да. Обычный удар почти его ваншотит. А теперь... Теперь давай мы выучим вихрь. Если можно в бою, конечно... Викаться. Наверное, можно. Я вот уклонение уберу. Прокачаю скилл война в вихрь. Экстра дэмэдж. 38, 68. Возможность подстанить. Да, еще можно. Давай я еще это выкину. Reduce cost это по стамени. Ну, у меня стамина столько, что... Шанс оглушить 9% при атаке. Угу. Так. Ну, сейчас-то пойдет игра. Здорово, данжен-мастера, да? Вот есть же ауе в этой игре. Есть, понимаете? Оно есть. Но оно есть... Сюка, в конце. В конце. В самом... Конечном. Конце. Нет, Волант, это божественно на самом деле. Это божественно. Можно было бы вот это только прокачать немножко пораньше, когда были орды просто всякой мелочи, которая тебя ожрала. Легионы мелочи, которые нужно было закликивать просто... На 10 ваншотов бомжа с 5 ударов убивают. Просто рофл, мне кажется, это нормально. Даже на самом деле в таком виде его можно юзать. Можно. Если оно убивает за 5 крутилок бомжей вокруг, то это великолепно на самом деле. Потому что... Легионами на тебя нападают всю игру. Всякая мелочь, которую... Лень просто выцеплять. Проходишь всю игру без вихря. И тут тебе дают его в конце. Я говорил со всеми. Больше не имел, чтобы на тебя кто-то нападал. Здравствуйте, не знаю... Про какую такую кость? Кость основателя. Кость основателя Академии. Качать его я-то не будешь. А смысл? Уже никто не нападает. Все знают, что она еще... Нет, кто-то свидетел, что на БГ я со всеми говорил. Говорят, ее похитят. Я в каждый батлграунд заходил и все навыки скупал. В батлграундах нет навыка вихря. Понятно. Естественно, меня никто никуда не тэпнет. Какая награда. Всю игру я говорил, что вихрь настолько пососный. И будь у него хотя бы чуть-чуть побольше урона, это было бы нормально. Это было бы не так душно. Подчинение иных миров не ведет к всеобщему порядку. Совсем наоборот. Я говорил со всеми и искал навыки у всех во всех батлграундах. И там даже намека не было на вихрь. Эту обилку должны были давать где-то в начале. Хотя бы там на 3 прокачать. Потом может быть на 6. Потом на 9 и тут докачать до 10. И это было бы нормально. Нормально я бы качал и радовался жизни. А не душился бы, убивая по одному мобу, кликая в каждого. Нет, нет, даже если местное население слабее захватчиков, лучше бы вообще не давали на самом деле. Чтобы даже не думалось. Похоже, он пребывает в прошлом. И думает, что спорит с настоящим Дэмианом. Да, там скиллы магов до 7 пока только качать дают. Видимо, где-то здесь до 10 дадут прокачать, наконец-то. Хаосу и беспорядка. Закон и порядок? Насаждение закона против воли людей ведет только к росту насилия? Лучше оставить им их путь. Не трогать вовсе. Рабство? Типа прокачать вихрь вместо кого-нибудь крита условного. Это божественно было бы. Причем тут бесы? Не смеши меня, Дэмиан. Это же совсем иное. Дэмиан, добро пожаловать. За тобой долг. Я ищу одну из своих вещей. Амулет. Он словно испарился. Возможно, виноват прислуживавший мне бес. Но он, как на грех, тоже исчез. Амулет должен быть где-то неподалеку. Ты поможешь мне, Дэмиан? Если поможешь, я ничего не возьму с тебя за меч. И дам тебе второй, еще лучший ма... Хорошо, Дэмиан. Ты знаешь цену вещам. Ну и шляпа. Знаю я цену вещам. У тебя мусорка какая-то продается. Дэмиан, какая честь. Наконец-то встретить тебя. Ты задумываешься о последствиях своих решений? О следствиях? Позволь показать тебе. Что ты мне показать хочешь? Кого? Куда? Кого показать? Зачем показать? Любое действие имеет свои последствия. Хорошие или плохие. Но чаще непредсказуемые. Одни действия влияют на жизнь окружающих. Последствия других ты позже ощущаешь на себе. Тебе придется принимать решения и разбираться с последствиями. Хорошенько думай, прежде чем делать выбор. Когда скажешь. Я старейшина Ангурам. Главное, главная ответственность. Ты должен помнить, что любое твое действие... Что-то про испытание новое. Уже испытание. Новое испытание. Ура! Добрая душа, помоги, кем бы ты ни был. Освободи нас, утоли наши печали. Дверь клетки откроется, если задуть свечу горящую перед другой клеткой. Нет, нет, не слушай его. Боже правый, не слушай. Ты не понимаешь? Прошу, задуй свечу перед другой клеткой, не перед моей. Нет! Ты убил ее. Почему? Зачем? Я же просил тебя задуть другую свечу. Нет! Не могу поверить, что ее больше нет! ПНН. У нее там 35 золота было в кармане. Где она его спрятала, когда ее посадили? Я тебя съем! Нет, это я тебя съем! Гуль, гулю, товарищ, друг. И еда. Уже вторая свечка-то не работает. Почему я вообще должен за них переживать? Собственно. Я их первый раз вижу. Как мне нравятся криты. По костяным скелетам. С кровищей. А что там, река крови вытекала просто после крита. Со скелета. Мы вынуждены идти на вас войной. Нам нужны поля и зерно. Иначе народ умрет с голода. Ужас какой. И ради этого вы обратите в рабство наших мужчин? Станете... Пакин слейдс. Простите, не удержался. От детей? Мы будем защищаться. Шуговой удар оставил. Ну я выучил. Но пока не оставил. Но если будут еще легионы, то верну. Куда мне тут крутить-то? Я готов был душу продать за то, чтобы мне в прошлом и позапрошлом акте этот вихрь дали. А вы не желаете фармить сразу пачки? Мы не можем. Если мы будем снабжать вас едой, вскоре сами разделим вашу участь. Незнакомец, помоги нам. Помоги выжить. Дай мне меч, чтобы я смог завоевать земли этого короля. Только так можно спасти мой народ. Не слушай его, незнакомец. Дай мне щит, чтобы мы смогли защититься от врагов. Им нельзя доверять. Мы не можем позволить им забрать наши земли. Видимо, тебе придется принять решение. Только тогда откроется дверь. Выбери меч, чтобы первый король прикончил вторую... Спасибо, тебе незнакомец. Вы и так выбрали меч. Теперь мы завоюем их земли. Что-то вообще происходит. Испытание. Кто ты? А, это ты? Тот, что дал другому королю меч, чтобы он нас завоевал. Моя армия уничтожена. Мои подданы частью убитые, частью обращены в рабство. Окажи мне последнюю честь. Помоги мне умереть в бою. Большего я не ждал. Без фарма тут никак. Да не сказал бы. Тут чем больше фармишь, тем мобы страшнее. Так что... Ну, эта игра по большей части про фарм. Вторая, третья глава это просто фарм нон-стоп вообще. Как таблички в пятом элементе, только без Лилы и Корбана и без мультипаспорта. Она очень опасна и должна оставаться в заперти. Такая подделка на тему Ведьмака. Моральные выборы. Я ни в чем не виновна. Я не знаю, за что я здесь. Я не верю. Вот только проблема всех этих моральных выборов в том, что тут никаких последствий для тебя нет, кроме сиюсекундной. Какой-то отсылки к чему-то. И вообще пофигу абсолютно. Стой! Не подходи! У меня четкий приказ пленницу нельзя выпускать! Ты же Ронари, почему у тебя голова суккуба? Помоги! Я не сделала ничего плохого! Она очень опасна и должна оставаться в заперти. Почему у тебя лицо человека? Стой! Не подходи! у меня у меня что с тобой не так? ты закончил? Я возвращаю тебя обратно! Я сто... ядрить по два скиллпоинта еще дали или это потому что да, это потому что у меня тридцатый уровень поэтому дали по два точнее дали по одному ай пес с ним уже не важно уже не имеет значения брать нечего ах где-то че уклонение докачано крит разве что добрать музон твинпикса ты узнаешь его из тысячи инициатива точность резисты дамаг 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 планение 412 ну почти догнал меня по дамагу правда не по резистам как и гатана с нвн так ну что что кого еще че кого где дамаг хочу поговорить о твоих спорах со старейшинами о защитном кристалле что кристалл я с тобой не согласна по воле ран кристалл должен оставаться в святилище тут вообще такая непозволительно вызывать демонов вне стен академии это принесет зло кажется она живет прошлыми спорами бесы нет нельзя делать из бесов заклинателей они низвергнут нас в хаос необразованные дикари вот нелепость как это принимать бесов в академию ты в своем уме прекрати не хочу больше терпеть это богохульство еще одна ненормальная даже верховный старейшина тебя не защитит во имя хран что это было они ведут себя странно даже для бесов начинают выказывать неповиновение представляешь чтобы бес осмелился спорить со старейшиной о кристалле безумие какое-то как же они не понимают что кристалл оберегает нас от демонов чтобы бесы вызывали существ из адских миров ты себе это представляешь должна быть это чья-то глупая шутка а ведь в конце второго дивана мы тоже бродим по какой-то загадочной загадочной локации где призраки ты тоже хочешь заглянуть и тут призраки странная эта штука сознание беса но помни можно только смотреть сны бесов ходить рискованно все что случается старый дом я только посмотреть не ну только посмотреть я мастер сны беса что за наркомане тесны беса только посмотреть есть сны беса видите какой-то глаз который наблюдает мы тебя не звали ступай прочь я конечно второго дивана оригинал син я там такой локи не помню но не такая лока я имею ввиду что там тоже ты ходишь в конце такого храма четвертый акт конец там тоже помнится призраки нечего за столом сидят у них можно статы с тяжелыми веществами наконец-то просто перестали его сдерживать видимо там еще как-то ему палкой по рукам давали да тут уже майнкрафт во все поля пи 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 то ли я слишком долго вращаюсь среди безумцев то ли эта крыса только что произнесла вопрос пи эта крыса меня пугает давай убьем ее и забудем обо всем пи 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 видите ли вы опоздали я уже мертв ссать просится анимыш принятыми веществами только в каждой шутке ты же знаешь есть всего лишь доля шутки все остальное это грустная реальность отличный ответ знаешь о каком-то амулете ищите амулет торговца я его спрятал никому его не найти где неважно где важно как могущественное бесовское материальное лего амулет стал нелегимкой в комнате где вода могущественное заклятие чтобы увидеть амулет нужна волшебная пыльца а ни у кого ее нет и воду ее класть нельзя а теперь уходите да тут нужна могущественная пыльца чтобы это все придумать идите говорю вам возможно пыльца должна быть слишком могущественной чтобы это все придумать передавала шифровку Александр провалил явку да думаю что на пазбуке морза все-таки ни у кого там могущественной пыльцы нет мне бы пригодилось сейчас там где водоем есть невидимая пыльца которую нельзя опускать в воду зеркаль не хочешь опор и не на траханности по шуткам просто заиграли с грустную реальность слушаю у тебя же домашних животных нет котиков там песиков хомяков ничего такого нет что что так какая-то ты недостаточно сильная независимая здравствуй Демиан как поживает мой амулет если бы только отыскать чувство деньги в ноль просто закончились патреты с прошлых частей не попад в тон скучных диалогов общая отлюбись финальный акт второго сина напоминает те же проблемы ага ну финальный акт это у них везде одинаковые они могут классно начать но заканчивают всегда одинаково где-то выдыхаются в первом сине кстати такая же хрень там тоже начало такое супер бодрое чем дальше тем больше понимаю что уже как бы все они уже уже начинает теряться вот охватка которая тебя держала в начале но они сделали за два года эту игру в отличие от диван диван эти которые делали шесть или пять лет кого бы ты хотела дэмбур дэмбур главный ответ чего уж проще ответ в деньгах деньги правит миром тэмбур 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 дэмбур быстро лем как дэмбур дэмбур тэмбур дэмбур Нам приходится готовить учеников к тому, что другие народы умеют лгать. Мы подготовили испытания. Практическое испытание. Урок на всю жизнь. Сколько можно испытаний? В следующем зале есть две двери. Их охраняют два полема. Сколько еще будет испытаний? Одна дверь ведет к спасению, вторая к неприятной встрече. Големы знают, куда ведут двери. Ты можешь задать каждому из них по одному вопросу. Один из них говорит только правду, другой всегда лжет. Внешне их не отличить друг от друга. Выбор за тобой, Дэмиан. К сожалению, големы умеют отвечать только да и нет. Разумеется. Да. ДК, я говорю, к ДК. Начинаешь проникаться ближе к финалу. Только да и нет. Да вообще плевать. Это что ли неприятность? На два удара. Приятно познакомиться. Заклинателю нет нужды беспокоиться о том, куда он... Тут Макс Тарикан шашни не мутил за кадром с ученицами. Он думает лишь о том, чтобы вызвать нужное существо. Когда же ты открываешь разлом, чтобы переместиться в иной мир, очень важно правильно выбрать точку перемещения. Если открыть разлом вслепую, может произойти страшное. Если он закроется, ты можешь затеряться навсегда. Когда как, это испытание того, чтобы тебе понять мои слова. Ну, либо затеряешься, либо нет. 50% шанс того, что затеряешься. Добавные кусты, правда, там и в конце, в основном, мясо. Да. Там в драконе, по-моему. Дракон сам по себе очень длинный, насколько я помню. Очень долгая такая игрушка. Заведу себе зверушку, перестану пошлить. Ну, ты ж не проверяла. Ведь в большинстве случаев это работает. Знаешь, как... Стенками работает. О чем думает девочка лет там до 18? Ну, главное, чтобы он был добрый, хороший, замечательный. О чем там думает девушка лет там до 30? Главное, чтобы он был надежный, стабильный. О чем думает девушка там после 40? Барсик, персик. Васька и еще там 37 неизвестных котов. Оставайтесь дома, я пошла на работу. И нормально живет. Девушка после 40, так что это заканчивается. Главное, чтобы он был. В общем-то, тебе вроде там не то, чтобы сильно долго подождать осталось. Можешь еще, в принципе, подождать, да. Ну, после 40. От 0 до 20, от 20 до 40 и после 40. Где-то так. Ну, примерно, конечно. Не эксперт. Тут уже можно подумать о крутилке. Ну, на самом деле, нет. Недостаточно много. Типа один эспар антагонист второй части. Второй части. Это ты, который... Про который вторую часть не доживешь просто? Мужик после 30 накуколдует себе суккуба. Может быть. Знаешь, каждый мужик в своей жизни хоть раз задумал о том, чтобы накуколдовать себе суккуба. Как минимум. Хотя бы раз. Кого тут вон уже крутить? Что-то похоже уже на мой любимый лабиринт. Майо. 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 Драконис, которая там же Дамиан. Да нет, с Дамианом тут путают. Немножко про Дамиана. Ну, вроде бы, я не Дамиан. В общем, интрига должна скоро раскрыться. Раскажись. Чем не бьют? Тенями? Ну-ка, подожди. Что у меня там? У меня, кстати, от теней-то все кристаллы и вставлены. По крайней мере, все, что были. Таких суккубов сам можешь вызвать. Да, они нам, видимо, не промахиваются никогда, да? Тут настолько, настолько много, что левелап просто за левелапом. Ну, конечно же, никому не дадут. Два скиллпоинта. Естественно. Ну и ладно. Неважно. Что найти-то хоть надо? Кроме Гринда. Пятые Баттлфилды. Ядрить его наркоманы. В последний акт запихнули пять Баттлфилдов. Пять. Дэмиан, какая честь. Мне все известно о твоих успехах. Ты показал выдающиеся результаты. Для заклинателя очень важно быть все время на стороже, чтобы не оказаться в желудке демона. Для мастера порталов это не менее важно. Нельзя отвлекаться ни на что постороннее. В чужой обстановке это может даться нелегко. Позволь я тебе покажу. Эта обстановка для тебя вновь. Ты здесь, я был прежде, и не знаешь, чего ждать. Обойди залы, не теряя сосредоточенности. Тогда ты с легкостью отыщешь выход. Это еще не все. Легко сохранять внимание, когда ничто не отвлекает от цели. Мы усложним задачу. Не нравится мне ее взгляд. Я чувствую, кто-то идет по твоим следам. Кто-то, чье имя Самуэль. Так я и знал. Чтобы усложнить тебе задачу, я перемещу Самуэля в эти залы. Твоя же цель? Отыскать выход прежде него. Из разлома выйдет только... Да, Хакут или это? Не ослабляй внимание. Надеюсь, ее смерть была болезненной. Разумеет. Ну давай сюда своего Самуэля. Что такое? Вновь меня призывает, но вокруг никого не видно. Если я найду этого заклинателя, разорву на мелкие кусочки. Чуй, в конце коридора кто-то есть. Какой маленький, лакомый человечек, я не прочь перекусить. Да иди ближе, бандерлок. В фан-клуб рыцаря однозначно, да? Пинг-найт. Вступай в нашу партию пинг-найтов. Меня тэпает, если они меня видят. Интрудер спайн. Чем, если блокнайт бежит, то... Чем, если блокнайт бежит, то... Да, блин. Наверняка что-то вроде такого. Нужно по одному, видимо. Где там был режим скрытности? Наверное, пришло время его использовать, да? А нет. Ему тут ничего не зависит. Типа я обхожу вот этого, и нужно пройти мимо вот этими двумя, что ли? Типа вот такого. Так. Как мило, что припасли для меня эту плоть. Фи, эти вопросы и загадки меня утомляют. Я разгадал, дед. Слушай мою загадку. Спасет ли тебя шкура призрака от участи быть сожранным демоном? Где же люди, чей запах я чую? Здесь я, здесь, подходи, сейчас рыцарь пойдет, да, его тыпнет. А, нет. А, нет. А, нет. Где же люди? Ноу дэмэдж, ноу дэмэдж. Вы меня даже не пробиваете. Игорь. 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 Так, дальше вы не пройдете, да, пока не заполните бумаги? Одного физунила куда-то. А можно дальше так же пробежать на морозе без загадочных загадок? А вон, смотри-ка, наверное, можно, да? Сапфировый ключ. Ай, души. Нелепость. Зачем мне подбирать комбинацию из 12 рычагов, когда дверь можно просто выломать? Если б ты не умер давным-давно, мог бы кое-чему от меня научиться. Саглы. А можно мне так же? Вот чтобы без рычагов. Ой. Тут повеяла духа той. Квест фальшивого Зандалора делал, делал. Прям пахнуло духа той. Прям пахников. Может, вы были брой. Или, наверное, стирены. Прям пахницей от 서로 темы длинную. Испifie. Чтобы смотреть, что тренируется с ихiss will. Ой, они неant поспортировали. da и потому что они закручиваются совершенно so out. Хорошо. Уб adherence коциям уловатых лией будет. Последний акт Это вроде финал уже Финальный лабиринт финала Наверное Уже не знаю Ничего не знаю Ну ёптать, ну там Самойль гуляет Ну можно быть с ним файт Замутим, классный Не будем вот этой вот шляпой страдать В лабиринтном лабиринте с загадками Ну может быть Если не половой акт с этой игрой Про Демиона узнал что Побег в лабиринте от Самойля Испытание Да, про Демиона узнал Да ничего не узнал про Демиона Что вообще эти рычаги открывают? Где они открывают? Кого они открывают? Так Так Что он на слое антикстру через жопу работает? Плюс углы скрывают проход Давай замутим лабиринт Да это с самого начала такое было Да вообще плевать на вас Все равно не дамажите Заводят духи Академии Демиан Я так и знал Что запах человечины может быть только твоим Мы все еще можем его опередить Пройдем сквозь разлом прежде Самуэля И если повезет, он останется запертым здесь Ты как-то я смотрю не торопишься вообще В портал-то Блин, на него напасть даже нельзя Вообще в портал не идет Ты говорил со всеми нами Ты извлек все уроки Больше нам нечем у тебя учить Ты прошел наш этаж И готов к последнему подъему Демиан Я не могу понять Почему тебе не удается пройти сквозь разлом У меня нет этому объяснения Не сердись, Демиан Мы ничего от тебя не утаили Ты знаешь, что он стоит Все, не трогай смысл Он тебя не услышит Ему тоже кажется, что он говорит с прежним Демианом Нет, нет, нет Только незащитный кристалл Больше ничто не оградит нас от демонов Я знаю Бесы напали на кристалл Я слышал, что во всем обвиняют тебя Но я этому не верю Ты все делаешь правильно Ты наш лучший ученик за все время существования Академии Кожаные трусы в гачи Почему же ты не можешь пройти? Я постараюсь узнать, в чем дело На это уйдет некоторое время Покажи, Демиан Попробуй все заново Найди жезл Возьми книгу и поупражняйся Открывать и закрывать разломы Из одного зала в другой Поговори с наставниками Поговори с наставниками А еще Нам нужно еще испытаний Снимаю Снимаю Наконец-то я вас нашел На этот раз не уйдете Этот жалкий мир станет вашей могилой Я вырву ваши сердца Размотаю ваши кишки Разорву вас на части И брошу на свете Очень люблю Аксенраз Возможно больше, чем котиков Правда, нападаешь на меня здесь? Куча своих бомжей Не, ну хочешь драться? Давай драться Что думаешь, я против, что ли? Страшное куколдовство Так, просто выбраться из мира ловушки Да Надо немножко потерпеть Что-то было Некромант лич, которому надо меховые тапочки носить Да Бэтай А, это ты, Демиан Ты хочешь завершить свое обучение Искусству разлома Собака, а не великий демон Да был уже Прежде всего тебе понадобится жезл Который облегчает управление разломом Иди в западный зал Там и найдешь его Да я уже нашел Ты нашел Чудесно Вот твоя книга координат Я записал в ней координаты твоего первого разлома Открой его Пройди сквозь портал И вернись Это вовсе не сложно Видимо Видимо еще вернется Не знаю Че там, Гриш, кого? Боже, ты ждешь Вступай в соседний А я в соседней комнате Че там? Жезл повязать какой-нибудь Открылась Ще там? Весне Начал Весне 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 Зон Эр Че там? Нет Призна Весне С Р М добро пожаловать домой просто возьми жезл надо явно не то куда мне нужно было великолепно твое обучение завершено верховный старейшина ожидает тебя он хочет говорить классно где демиан вот ты где у тебя по-прежнему не выходит да я понял причину но с этим ничего не поделать демиан я говорил с твоим отцом я только что вернулся из твоего мира из ревелона нет нет я не предал тебя успокойся демиан что ты такое говоришь без креста ты заодно с демоном нет нет демиан этого не может быть ты не можешь мы же воспитали тебя как своего успокойся демиан убери меч отойди подумай же наконец я во всем тебя поддерживаю я в тебя верю что делаешь демиан я становлюсь королем что ходит у говнила мастер тебя малахитовый цветок не отчаивайся ну и чем тебе помогла твоя лживая богиня она пустое место как и ты скоро здесь ко мне на камне не хорошо же играет только попробуй короче всему обучился убил верховного мужика и свалил демиан у тебя по-прежнему не выходит да я понял причину но с этим ничего не поделать демиан я говорил с твоим отцом я только что вернулся из твоего мира из ревелона нет нет я не предал тебя успокоился то еще раз что ты такое говори успокойся неужели ты думал что с а там два раза оценка проигралась я уже думаю что за фигня а и здесь прости меня демиан твой отец мне рассказал почему ты не можешь покинуть еще все еще умираешь сколько времени прошло сколько лет он тут умирает что он был неправ заточив тебя в нашем мире дай мне книгу координат я запишу для тебя координаты ревелона торопись у меня мало времени ничего страшного я понимаю как ты огорчился вызови верховную жрицу она вылечит меня и мы обо всем забудем вот глупец его бьют он прощает погоди он же давно мертв так слабаку и надо я бы отправил его в самую жаркую пропасть преисподней идем откроем разлом на ревелон у нас есть все необходимое мы близки к победе мир от короны а может быть еще испытаний а то чё а у недостаточно с тобой хочет поговорил уже а какая разница нет ста свободен благодарю тебе за помощь ты помог мне гораздо больше чем думаешь все это лишь часть плана моего доброго друга с моделлся сейчас я сниму оковы с наших душ и покажу тебе мое истинное обличье надеюсь ты узнал меня служитель света это я демиан тот кого вы называете проклятым ок чем вот это поворот он перекрасился из розового в черный он как-то смог это сделать а еще он демиан да это я убил верховного старейшину рано это я подучил без а шамана выкрасть кристалл и армию демонов захвативших этот мир тоже возглавил я вижу ты потрясен мы че вероятно прошли вместе что ты вправе требовать объяснений твой наставник с ревелона сам благословенный нашел меня беспомощным младенцем лежащим на алтаре демона лжи но ему не хватило сил прикончить меня как поступил бы я сам на его месте он решил воспитать меня в надежде что его божественная сущность одолеет мое темное начало когда же я наконец узнал кто я такой я разорвал цепи порядка сковавший мой дух и хотя сила моя была еще не велика я восстал против моего приемного отца и вновь он не посмел меня убить вместо этого он придумал для меня наказание куда хуже смерти пожизненное в нему лицу пока он треплется ну да он бросил меня в мире немезиды и запечатал за кусту ребобить под финал только воля благословенного или его ученика в начале не зная этого я винил во всем ранор я думал они держат меня пленником как видишь их мир был разрушен из-за поступков благословенного и никого иного ты терпел невероятно когда кристалл взорвался и магия хаоса хлынув из него завлекла тебя паладина армии благословенного в мир немезиды осмодеус задумал великолепный план позволявший мне спастись наши души слились воедино однажды ты должен был вывести меня из моей тюрьмы да однажды совершил ошибку но я остановлю тебя хорошо так тому и быть посмотрим чему тебя научило время 39 давай ты мужичков вызывает дачку каменосов ps и могущественны сегодня ты заслужил право на жизнь но уверяю тебя это еще не конец я всегда буду с тобой глубине твоего разума как боль которую не у меня запотел я буду ждать тебя во тьме кошмаров в плену невысказанных страхов и однажды друг мой грянет час расплаты как швейцарские часы да что могло пойти не так гриде он просто ушел правильно не мог же дымин здесь умереть наконец-то свобода заклятие рухнуло оковы пали теперь я могу покинуть этот проклятый мир я возвращаюсь домой но ты ты чье сердцебиение ощущал столько недель как свое собственное ты заслуживаешь узнать правду мой приемный отец которого вы называете благословенным наложил на меня чудовищное проклятие я был обречен томиться на немезиде до конца моих дней или до тех пор пока сам благословенный или один из его учеников не позволит мне покинуть ее и тогда ключом к свободе для меня стали паладины так решивший уничтожить некроманта черного круга мой слуга темный некромант осмелился призвать себе на помощь самого архидемона самуэля самуэль не знает милосердия он смертельно опасен у него есть один недостаток он непростительно глуп но на этот раз его глупость сыграла мне на руку самуэль не изменил себе и убил отряд паладинов на месте одному он впрочем сохранил жизнь самуэль любит приносить домой трофеи особенно живые и услаждающие его уши криками боли этот паладин и стал моим спасением самуэль перенес свою жертву в цитадель паладин должен был стать его новой игрушкой на которой можно оттачивать изуверские пытки и тогда другой демон по имени осмодеус подсказал мне интересную мысль вместе с осмодеусом мы разработали план который позволил бы мне покинуть немезиду меня назначили стражем пленника осмодеус открыл дверь камеры и когда жертва попыталась бежать самого ли обрушил свой гнев на меня осмодеус нашептал ему что в наказание забавно было бы сковать души жертвы и стража воедино и самуэль послушал сила заклятия на время лишила меня чувств придя в себя я с легкостью выбрался из камеры и перебил стражу легкое сжение в голове подсказывало мне что заклятие подействовало оставалось только подойти и посмотреть в глаза моей второй половине тебе находясь в заточении на немезиде я провел довольно много времени среди рана ар их старейшины овладели искусством разлома и умеют путешествовать между мирами конечно я не смогу пройти сквозь разлом один нужно чтобы старейшина открыл портал а затем мы пройдем сквозь него вместе тогда проклятие будет разрушено бедный глупый самуэль не так то приятно когда тебя призывает простой некромант особенно в тот миг когда жертва ускользает у тебя из под носа но мне повезло если бы самуэль тогда не исчез мне пришлось бы раскрыть свою личину чтобы защитить себя меня одолевает буря противоречивых чувств с одной стороны наша постоянная готовность прийти на помощь ближним выводит меня из себя хотя не платят нам той же монетой я все же предпочел бы выбивать из них нужные сведения силой и все же рыцарская доблесть моей второй половины вызывает у меня уважение впрочем загадывать рано впереди еще много опасностей мне пришлось переступить через себя чтобы не раскрыть мою истинную сущность перед некромантом но я сдержался его магия поможет нам восстановить кристалл во всем его прежнем блеске и тогда мир падет передо мной на колени кажется мой новый облик ввел в заблуждение раноар они относятся ко мне с дружелюбием бедные доверчивые создания если бы они только знали кто я такой ооо улыбки мигом покинули бы их лица пожалуй стоит навести на их лагерь демонов как только я обрету свободу да с Матеус не упустит случая позабавиться вначале я думал что он хочет меня раскрыть но вместо этого он подарил нам куклу заколдованную ранскую старейшему по странному совпадению мою драгоценную приемную сестрицу мне не хотелось убивать одного из самых верных последователей хаоса он сам виноват что встал на нашем пути теперь ничто не помешает нам добиться цели меня почти умиляют попытки моей второй половины подружиться со мной но наше приключение ведет к разрушению не к созиданию еще чуть-чуть и я сломаю оковы и выйду на свободу странно было вернуться в академию после стольких месяцев войны всюду я видел знакомые лица но не живые, а призрачные к моему собственному удивлению я не испытал ни капли вины пути назад нет и нет места сожалениям очень скоро мы станем мастерами разломов я уже почти привык к тому что мы повсюду вместе даже жаль что нам придется расстаться быть может мне удастся убедить эту светлую душу преимущество из дизи хаоса ах как сладок вкус свободы слишком долго я находился вдали от моих последователей лишенный истинной силы долгие ночи я провел в мечтах о том как уничтожу своего тюремщика и палача той единственной которая была мне дорога слишком много раз я заглядывал в самую темную пропасть тьма стала моей природой и сущностью грядет отмщение я только один вопрос а нужно ли было проходить игру если в конце все рассказывают с самого начала и до самого конца достаточно просто ролик посмотреть и не мучиться вообще с этой игрой а это понимание уааааааааааааааааааааааааааааа Превосходно. Ик-вэр. Не, ну план, конечно, был надежный, да. Как швейцарские часы. Действительно, что могло пойти не так в этом плане? Начиная с самого начала и заканчивая, собственно, тем, чем закончилось. А еще главный герой всей этой истории это Дэмиан. А ты там вообще как бы какой-то бомж, который в обносках всю игру пробегал. С какой-то палкой деревянной в руках. Да. Фартфарм, фарм, дотан. Да, точно, вихри ждали. Можно идти фармить теперь цаглы. Можно пофармить Х2, ХП. Ну, как-то так, господа. Закончилась эта замечательная игра. Beyond Divinity. Какую оценку игры поставишь? Ой, давай, без этого я не хочу. Хочу задумываться. Вообще, эта игра не так плоха, на самом деле. В отрили. Если убрать все технические накладки с этой игрой. Если убрать элемент того, что тебе нужно кликать в каждого просто моба. И то, что тебе вихри дают в конце. Ну, план 50 на 50 гриде. Либо сработает, либо нет. 13 с 10 на кончиках пальцев, да. Хорошая озвучка. Классные квесты местами. Классный ролл. Видно, что игра не доделана. Я думаю, они могли бы ее даже, ну, довести до нормального состояния. Еще там, будь у них пара лет. Великолепный финал, конечно же. Душная духота из 10 душных духот. Как и все окончания всех игр лорианов. Иди, проходи мои задания. 12 уроков плеткой. Ну да, вот этот вот. В общем, не так плохо, как могло бы быть. Должение сюжета в 92 будешь проходить. Кто знает, кто знает. Кто-то точно знает. Мы, возможно, даже знаем того, кто знает. А я, пожалуй, отдохну от всего этого. Перенасыщен, наконец, мое уважение. Да, мое почтение финальным загадочным загадкам. Это единственная игра, которую я купил два раза. Вообще из всех. Что тут можно говорить? Это лучшая игра. Какую игру ты еще купишь? И в Гоге, и в Стиме. И еще скачаешь расширенную демоверсию. Только Beyond Divinity. Так что качайте, играйте, наслаждайтесь. Рекомендую. Вот. В общем, на этом, пожалуй, все. Можно вступать в запись. Вот. Вот. Продолжение следует...